данный пиролизная установка а точнее пиролизный генератор или генератор для выработки пиролиза состоит из двух барабанов это основной барабан центральный разделен на две части это основная топочная камера с этого бункера с помощью шнека подается топливо данный момент мы используем углу подсолнечник он засыпается здесь устанавливается горелка для розжига вот это горелочка наш там она рожек произошел мы снимаем ставим дверцу обратно дальше включаем подачу воздуха на камеру генерации потом следовательно при недостатке кислорода стоплива является пиролиз неполном сжигании попадая в эту камеру во вторую основного барабана звихряется и поступает во вторую камеру с второй камера поступает в циклон с циклона она уходит на третий барабан сжигание самого пиролизного газа у меня здесь полностью раньше было зерно сушилка она принципе сейчас есть предназначена вот общедлинный барабан шестерка вот соответственно подается пиролизный газ автоматически от пропана разжигается за паник до поток потом подается пиролизный газ соответственно происходит рожек включается пропан подачи на западник глохнет здесь установил контроль факела автоматика безопасности такая небольшая пропадание факела погасает стоит подача воздуха дутьевой вентилятор также установлено моего сейчас я включил попозже подключу регуляции воздуха центральную гуляться воздуха основные барабаны установил термопары для контроля температура должны догнать 700 градусов барабаны и вначале температура чтобы начал лет спирольс вот сделал врезку сделал холодильник резко нужно было для генератора 15 15 киловатт ставить 78 году работоспособны много был изменен переделан он может работать как и на бензине сейчас работает на пиролизном газе температура пиролизного газа достигает 300 градусов это длинный ветки 300 350 вот термопар стоит на горелке горелки не охлаждают так чтобы кпд самого самой зажигательной установки не портить а вот на движок 300 градусов не пустишь топливом соответственно фильтр стоит заслонка воздушная регулятор ручной пока что на данный момент нет ничего нет не делали из процесса слонку не поставили может аж не заслон скорее всего заслонка или синистский привод это воздух также нужно оптизировать также два альфа зонта еще не поставили уходящий газ и вот как раз на подача здесь вот нужен для концентрации кислорода в смеси соотношение газ воздуху говоря вот движок генератор 15 киловатт сэшки автоматику немножко покажу пока мы доведен еще до свидетельства русские датчики стоят точь контроллер делал мерки заведено у меня у него розжиг трансформатор клапан дутевой вентилятор mail контроль факела то есть все что относится дожигательного барабана сушильной установки будет еще один 1 пр поставлена программная программируемая уже для автоматизации чтобы не вручную подавать склад подача топливо в томате еще также следует установить вот датчика уровня вот сейчас покажу нашу установку сам зажигательный барабан горелка на низкое давление давление на 2,5 мегаватта максимально вот уже сам сушильный барабан то есть вот дается зерно ну или можно из нее уже сделать асфальтную установку барабан начинает крутиться следовательно допустим зерно будет сушиться если асфальт будет смешиваться и разогреваться до определенной температуры вот еще асфальтную допустим установку делать вот это вот полностью сейчас переделывать придется она вернут сушилки барабан крутится тягой поднимает ее вверх и дальше в процессе не особо интересен